Песня или голос? Песня. Баста или Тимати? Баста. Самоизоляция или погулять на улице? Погулять на улице. Хороший секс или большие деньги? Хороший секс. Попа или грудь? Попа. Сладости или алкоголь? Сладости. Нобель или куранты? Нобели. Очкарик или качок? Качок. Синхайзер или Шуры? Синхайзер. Майкл Джексон или Озотбек Назарбеков? Конечно, Озотбек Назарбеков, спрашиваешь. Назархан или Муниса? Муниса. Красивее или красивее? Красивее. Конор или Хабиб? Конор. Поп или рэп? Поп. Игра престолов или во все тяжкие? Игра престолов. Дикапли или Брэд Питт? Брэд Питт. Написать или позвонить? Написать. Дирол или Орбит? Орбит. Стикеры или гифки? Стикеры. Мисси или Роналдо? Роналдо. Сосиски или колбаса? Колбаса. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 24. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Да. В какой школе училась? 163. Твоя первая любовь? Была в 20 лет, расстались, потому что он мне изменил, все банально. Какой ты национальности? Армянка с татаркой. Веришь в гороскопы? Нет. А в бога? Да. А в инопланетян? Нет. Ходила к экстрасенсам? Нет. Ты суеверная? Нет. Твой фетиш? Широкие мужские плечи. Кем работаешь и где? Работаю певицей в ресторане Нобиле. Какое образование? Среднее музыкальное. Что ты делаешь лучше остальных? Пою. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Около 700-800 долларов. Сколько зарабатываешь? В день от 500 тысяч. Самый дорогой подарок от мужчины? Три айфона, два из которых я потеряла. Самый дорогой подарок мужчине? Цепочка около 2,5 миллиона. Сколько у тебя было долгов? У меня был один долг, тысяча долларов, после чего я сразу на следующий день отдала их, потому что мне дали чьюху. Именно в тысячу долларов. Самая большая чьюху в твоей жизни? Самая большая – 4 тысячи долларов. Сколько или что предлагали за секс? Предлагали 10 тысяч долларов в ресторане Поситану через официанта, после чего я послала его подальше. Ты обеспечиваешь родителей? Да. Ты из бедной семьи? Нет. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? Айфон 7+. Когда в последний раз дралась? Полгода назад где-то, на дне рождения у друга, из-за того, что просто я не понравилась одной девочке. Насколько ты ревнивая? Максимально ревнивая, но постараюсь чаще всего этого не показывать. Ты росла в полноценной семье? Нет. Твой первый поцелуй? Так, мой первый поцелуй был, наверное, лет в 16-17, нет, в 15. Первый парень? В 17. Первый мужчина? В 18. Когда-нибудь первая признавалась в любви? Да. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Было. Ты прощала измены? Да. Девственность до свадьбы имеет значение? Нет. Смогла бы выйти замуж за мужчину с ребенком? Не очень сильно люблю детей, но думаю, что да. На тебя поднимали руку? Да. Как относишься к лесбиямкам? Абсолютно нормально. А к геям? Тоже. А если это будет твой сын или твоя дочь? Ну, что теперь поделать? Он сам себе выбрал такую жизнь, это его жизнь, я смирюсь. Был однополый опыт в твоей жизни? Нет, только поцелуя. К тебе подкатывают девушки? Бывает, да. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Да. Как относишься к проституткам? Да никак, я к ним вообще не отношусь. Самое главное в отношениях? Так, самое главное в отношениях это верность, взаимопонимание. Часто плачешь? Нет, не часто, но бывает. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да, больше дачи нет. Много у тебя друзей, которых ты держишь во френдзоне? Нет. Куришь? Айкос. Как часто пьёшь? В последнее время стала почаще пить, ну где-то раз в неделю, потому что всё надоедает и скучно. Самый худший твой поступок по пьяни? Я по пьяни очень часто кричу на всех просто, и бывало, что танцевала на барной стойке, но там оставался только персонал, не было гостей, мне было как бы не так стыдно. Дом-2 это ошибка? Нет, это опыт такой интересный. Употребляла наркотики? Было, но никому не советую. Умеешь готовить? Да, конечно. Покупала вещи на ипподроме? Да. Торгуешься? Нет, не умею. Сколько стоит одежда, которая сейчас на тебе? Вот эти джинсы стоят около 400 тысяч, а кофта, ну где-то 1200. Самая дорогая вещь в твоём гардеробе? 300 долларов платье. Отправляла обнажённые фотки парню? Да, было. Настолько ли ты счастлива в жизни, как на фотографиях? Не всегда. Иногда я просто себя стараюсь этим поддержать, тем, что я выложу какое-то радостное, весёлое фото. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? У меня до сих пор есть комплекс, я боюсь сцены, и когда вижу большую аудиторию, меня потрясывают. Только не знаю, как с этим бороться. Любимое матершинное слово? Бля. Самое главное во внешности мужчины, кроме плеч? Чтобы он был высокий. Почему ты врёшь? Ну, потому что так бывает иногда, все врут, когда им выгодно это, и в общем, вот так. Ты сплетница? Бывает часто, да. Как тебя хейтит Гонза? Как? Ну, просто говорит плохие вещи о том, что я якобы шлюха и так далее. Просто какую-то хрень. Ну, я уже не обращаю на это внимания, мне плевать, когда на меня наговаривают. Есть фейковые аккаунты? Да. Зачем и почему? Ну, иногда интересно за кем-то понаблюдать или найти там девушку, которую лайкнул парень, например. Это очень легко. Проверялась на ВИЧ? Нет. Боишься коронавируса? Нет. Что думаешь о ситуации в целом? Я вообще считаю, что это какая-то политическая шутка. Все мужики козлы? Не все. Часто смотришь порно? Бывает. Ну, все девочки смотрят порно, они просто стесняются об этом говорить. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Думаю, 8. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? 10. С милым райом в шалаше? Нет. Сколько у тебя было парней? Трое было парней с серьезными отношениями. Хочешь уехать? Хочу. Как можно познакомиться с тобой? Я думаю, это должна быть какая-то случайная встреча, но точно не Инстаграм и не соцсети. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Нет, имеет качество. Какая у тебя репутация? Вполне нормальная, хорошая. Я как бы за этим слежу. Инстаграм приносит тебе счастье? Думаю, что да, потому что это интересно, когда тебе скучно. Самый обидный комментарий? Шлюха. Дело пластику лица или тела? Нет. Размер имеет значение? Думаю, что да. 15 сантиметров это приговор? Нет. Ты принцесса? Да. Дело пластиковые. Продолжение следует...